Турция сейчас часто служит либо временным местом проживания мигрантов, в том числе и страны СНГ, так и переправой по пути в другие страны. И нередко возникает вопрос о вывозе валюты из Турции. В России, например, на человека 10 тысяч долларов или эквивалентная сумма в другой валюте. А как же обстоят дела с этим вопросом в Турции? Давайте разбираться. Вы на канале Трунки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Начнем с того, что ввести валюту в Турцию вы можете в любой сумме, без ограничений. А вот вывести до 10 тысяч долларов на человека без декларации нельзя. Ребенок, кстати, тоже считается человеком, но деньги должны быть у него в багаже или ручной кладе, а не у вас. Если нужно вывести из Турции от 10 тысяч долларов, либо эквивалентом в любой валюте, это возможно, но есть условия. Вам необходимо будет предъявить документ о том, что деньги, с которыми вы въехали и хотите их вывести дальше, задекларированы. Документ о приобретении валюты в банке или частном финансовом учреждении подходит для этих целей, поэтому сохраняйте такие документы. Теперь расскажем, как декларировать деньги на таможне. Принцип такой же, что и в странах СНГ. Сразу идите по красному коридору. Это важно. Заполните таможенную декларацию. Это никак не влечет одновременную уплату налогов или каких бы то ни было сборов и пошлин. Для тех, кого пугает заполнение вот такого документа поясняет. Можно распечатать и заполнить декларацию заранее. В сети легко отыскать такую пассажирскую таможенную декларацию. Но если все же по каким-то причинам заранее не удалось найти эту форму, то это вовсе не проблема. Ухода в зону таможенного контроля стоят информационные стойки, на которых есть разъяснение всех таможенных правил. Также там есть и бланки этих пассажирских таможенных деклараций и образцы их заполнения. Там сложно запутаться. Если же сумма свыше 100 тысяч долларов, то помимо пассажирской таможенной декларации, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких денежищ. Подойдут документы, например, договор о продаже недвижимости, справка о доходах, справка из бухгалтерии, вместе с выпиской из трудовой книжки и копией приказа о принятии на работу. А также документы, оформляемые кредитными организациями и так далее. То есть вам нужно просто доказать, что эти деньги легальные. Поэтому можете предоставить все что угодно, откуда взялись эти деньги. И обратите внимание, что декларантами могут выступать лица, достигшие 16-летнего возраста. Если деньги перевозит ребенок до 16 лет, то декларантом выступает один из его сопровождающих взрослых. Это родитель, законный представитель или просто сопровождающий. По доверенности, например, какой-то. Мы вам сейчас рассказали, как вывозить деньги по правилам. Но многие вывозят суммы больше 10 тысяч долларов без деклараций. И здесь уже кому как повезет. У кого-то проверяют и отправляют декларировать, а у кого-то прокатывают и про деньги на таможне даже не спрашивают. Здесь решают каждый сам за себя, какой способ ему по душе. По закону, но с некоторой бюрократией. Или на авось, но с адреналином. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчик и ставьте лайки. Обратную связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Также в описании под видео вы найдете сайт, куда вы можете обратиться с просьбой помочь вам арендовать квартиру в Стамбуле. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!